А для начала подпишись на канал и поставь лайк. На ТНТ стартовал второй сезон нашумевшего шоу «Музыкальная интуиция». В программе приняла участие недавно получившая русский паспорт звезда «Дикого ангела» Наталья Аррейра. В шоу встретились две команды, Дим и Билана, за которого играли Марина Кравец и Илья Соболев, и Аррейра, куда вошли Денис Дорохов и Иван Абрамов. Первым делом юмористы, конечно же, признались в любви популярной актрисе. Абрамов откровенничал, что в детстве был поклонником звезды сериалов «Дикий ангел» и «Богатые и знаменитые», в подтверждение своих слов он принес школьный дневник с изображением Натальи. А Соболев поспешил станцевать с Аррейра медленный танец, правда, чтобы быть со стендап-комиком одного роста 44-летней Диве пришлось снять высокие каблуки. Ведущий Ренат Мусагалиев напомнил гостям, что не так давно Наталья получила российское гражданство и вручила актрисе в качестве презента обложку на документ. В свою очередь певица неожиданно сделала комплимент партнеру по команде Денису Дорохову. Неплохая задница. Юморист даже слегка опешил, но с улыбкой принял похвалу. Задачей звездных участников было по внешнему виду и подсказкам отличить реальных певцов от искусных лжецов. Командам предстояло пройти несколько этапов. В первом раунде знакомства победу одержала Наталья Аррейра. Полагаясь на свою интуицию, актриса угадала, что секретарь Насти обладает вокальными данными. «Я увидела ее и поняла, что она поет», — сердце подсказало. «И я бы не отказалась от такого секретаря, чтобы она носила мне все и пела так красиво», — объяснила свой выбор звезда. В следующем туре предстояло распознать вокалиста по движениям силуэта. И тут Аррейра снова сделала правильный ход, указав на Екатерину. Замиранием сердца участники следили, пока Екатерина начнет петь, а услышав первые ноты, прыгали от радости. Женщина блистательно исполнила хит Ирины Аллегровой младший лейтенант. Под незнакомый, но зажигательный мотив даже Аррейра пустилась в пляс. За правильный ответ на счет команды звезды снова посыпались денежки и она счастливо улыбалась. В этот момент Илья Соболев пошутил. Наталья так радуется призовому фонду, а вы ей скажите, сколько это будет в евро. Вот она удивится. В финале развернулась настоящая борьба, так как команде Димы Билана удалось догнать соперников по очкам. Все определил решающий раунд. Капитаны выбирали из нескольких героев напарников для дуэта. Наталья указала на Ромаиле с помощью забавной считалочки и не прогадала. Певица спела с ним Мемуэра де Амор, в процессе оказалось, что мужчина профессиональный вокалист и режиссер. Дуэт принес Наталье 100 тысяч рублей и победу. По итогам всех туров ее команда заработала 200 тысяч рублей, денежный приз отправится в благотворительную организацию.